Всем доброго часа, это проект «Интервью с успешной женщиной». Меня зовут Екатерина Гринханова. В гостях у нас сегодня Надежда Чумихина. Здравствуйте, Надежда. Пол, представительница душ, мастер трансформационных клиентов. Какой вот интересный гость у нас сегодня. Надежда, расскажите, пожалуйста, чем же вы занимаетесь, потому что деятельность такая необычная, да? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Нужно начать с того, что я уже 3,5 года занимаюсь кулочингом, но не простым кулочингом, а именно по запросу вашего подсознания. Я в гостинеце школу кулочинга, как нам с Никими Доллатова. 2,5 года назад я начала вести группу «Души». Это как раз свой совместный проект с Геннадьим Шевчуком. И получается, полтора года назад я познакомилась еще с различными играми, да, и за последний год у меня уже в моем арсенале уже 7, как на данный момент, и до 7 трансформационных игр. Отлично. Хорошо. Спасибо большое. То есть это дело, которое вам нравится действительно, в котором вы проявляете все свои дары и таланты, да, то есть реализуете свое предназначение, правильно я понимаю? Это вот любимое дело. Да. А скажите, пожалуйста, Надя, это всегда было так? И как вы к этому пришли, если это было не так? Нет, это было не так. Ну, с детства меня всегда называли психологом. То есть без психологического образования, да, такая девочка, припевочка, всегда тучила со взрослыми, то есть мы жили на Крайнем Севере, вот, и у нас всегда было четкое разделение детям в детской, взрослые со взрослыми. Так вот мне разрешалось быть присутствовать среди взрослых, да, и из детства люди взрослые приходили и мне начинали там что-то изливать в свою душу, да, то есть жаловаться там, как у них там в семье, как у них на работе, еще что-то. И, наверное, вот это вот доброжелательность, да, какая-то. То есть с другой стороны, то есть был тоже период, когда эта дознательность, то есть никто не могла казалось, я какая-то не такая, вот как гадкий утенок, да, то есть ну кому я такая нужна, как все такие хмурые, ходят еще что-то, я такая, доброе утро, как вам прекрасного дня, да, вот. И получается вот эта самооценка тоже, да, то есть мир тебе говорит, то есть ты какая-то не такая, то есть с тобой что-то не то, мы все тут ходим хмурые, а ты вот какая-то там позитивная, вот. Но благодаря моему мужу, моей свекрови, да, то есть они как-то мой мир все-таки оберегали, и вот, ну, я сохранила вот эту целостность, вот эту доброту, теплоту, вот. И, ну, если вообще к истории, да, как я стала коучем вернуться, то это получается, что до рождения второго ребенка я загадала следующим образом, да, то есть как только, то еще до зачетия даже, да, что когда мне появится ребенок, вот ровно год после рождения я буду 100% в ее распоряжении или в его распоряжении, тот момент мне неизвестный, сейчас это дочка, вот, то есть я погружусь, да, то есть на год ребенка, а через год, когда ей исполнится или ему исполнится, я буду уже искать свой путь, да, вот именно жизненный путь, который необходим, и я как-то забыла про это, ну, то есть как всегда, да, мы там себе что-то напланировали, потом забываем, и буквально за неделю до дня рождения моей младшей дочери пришло приглашение на коуч-сессию бесплатную, да, в Колесо Баланса, в Скайпе, я говорю, ты знаешь, вот сейчас не могу прям готовить к дню рождения ребенка, давай вот после дня рождения. После дня рождения мы прошли 40 минут на сессию, я говорю, все классно, все здорово, то есть меня человек приглашает как клиента, да, тебе на консультации, я говорю, я хочу тоже вот так же, да, то есть чтобы все стало ясно, все было понятно, я говорю, где ты этому научилась, она говорит, я обучаюсь онлайн у Константину Давлатова, я говорю, хорошо, дай, пожалуйста, мне ссылочку, она мне дает ссылочку, и эта ссылочка не работает, я знаю, что где-то в конце мая будет поток, в итоге получается, что я зарегистрировалась, тогда был продающий вебинар, а сегодня, ну, уже цены поднялись, и период как бы сбора, да, вот этих потоков был раз в три месяца, и, ну, нужно учесть, что к тому моменту, да, просто про балансы немножко еще, да, расскажу вообще про то, когда мы что-то отдаем и что-то получаем, да, вот это было просто красной нитью для меня вот показательным, да. На тот момент у нас в городе рухнуло крупное предприятие, обанкротилось в Мостовик, и мой муж работал как раз в этой организации, вот, была очень жуткая безработица, да, и на тот момент, то есть я получала декрет на 10 тысяч, и мой муж как бы получал зарплату 20 тысяч, и вот мне приходит письмо, рубля на бал, обучение вам будет стоить 21 600, вместо там 16 или 17 в месяц, ну, то есть при таких доходах, вот эти там 3-4 тысячи, они достаточно, ну, значительные для семьи, да, если еще учесть, то у меня старшая мою ребенку, она подросток уже на тот момент была, да, 14-15 лет, то есть, ну, то есть уже траты как взрослого человека, да, то есть проезд, питание. Вот, я прихожу мужу, говорю, Милы, я не могу ждать до сентября еще 3 месяца, ну, чтобы подешевле зайти, да, то есть я хочу сейчас, он говорит, Надь, ну, а как ты себе это представляешь, ну, как ты представляешь, вот просто все деньги отдавай за свое обучение еще 9 месяцев, ну, как мы это вообще вытянем, и там еще было условие, что оффлайн обучение было обучиться авторскому методу Константинда Влатова в духовной интеграционе, то есть это еще перелет со всеми детками в Москву, из Минска, я сама из Омска, да, то есть, ну, это еще где-то около 20 тысяч плюс, ну, то есть, 40, там, 20, я вообще, то есть, я говорю, я не знаю, вот реально, то есть, вот был как зов души, да, то есть, меня что-то вело, и я вот пошла в этот опыт, в общем, меня поддержали, то есть, я пошла к родителям, к его родителям, к моей маме, говорю, мам, я хочу, и они говорят, ну, вот прям видно, как у тебя горят глаза, как ты вот прям живешь этим, да, давай, иди, то есть, мы в тебя верим, давай, вот, и я пошла, и через два месяца, то есть, после личных проработок, да, то есть, условия Константинда Влатова, что мы не имеем права начинать работать с клиентами, пока мы не проработаем себя, то есть, ну, как информация, проработки очень мощная там происходит, вот, и через два месяца появился первый клиент, потом еще клиент, и потом сарафанное радио, начало, ну, как бы, приводить. Все заработало. У меня различных клиентов, но у меня изначально было намерение, что я буду работать максимум, да, я заработала максимум 4 часа в день, поэтому клиентов у меня немного, да, но, скажем так, то удовольствие, которое я получаю, просто работай, у меня, как бы, даже язык не поворачивает, да, что я работаю. Это любимая деятельность. Классно, здорово, очень приятно слушать, я очень рада, что так вот это сложилось, Надежда, очень здорово. Такой мотивационный пример, да, для тех, кто вот действительно еще пока не видит свою почту, вот оно бывает, оказывается по-разному. Главное идти к своей. Это, да, это как шаг веры, да, причем вера не только моей доверия, да, а вообще даже окружения моего, вот очень благодарна за то, что, потому что очень часто реально, да, люди даже окружающие, там, мужья, мамы, дети, еще что-то, они говорят, нет, не ходи туда, там, еще что-то, ну, вот, мне в этом плане, наверное, повезло, поэтому, то есть, нужно, наверное, создавать все-таки вокруг себя, да, людей, которые с вами унисон, которые понимают, которые не будут говорить, нет, куда-то пошел, а наоборот, да, да, давай мы в тебя верим, все будет хорошо. Ага, отлично, хорошо, спасибо большое. Надежда, я знаю, что вы еще мастер трансформационной игры «Сакральный путь», а, так сказать, у него Родакова, да, правильно? Да, отлично, я тоже, да, поэтому можно я спрошу у вас о том вопросе, но мне самой интересно, как вы видите эту игру со своей играми? Скажите, пожалуйста, почему это, чтобы все играют вообще в трансформационные игры, что это такое для тех, кто вообще не играет нового, и почему именно «Сакральный Путь души», да, это как раз игра на то, чтобы посмотреть, в чем предназначение ваше, да, то есть на это выпущение, куда вам нужно двигаться и что, какие препятствия, какие ресурсы стоят на этом пути. Порой, то есть за всю игру 4-5 часов человек просто элементарно диагностирует, в каком направлении ему нужно двигаться, и это тоже огромный, колоссальный ресурс, да, плюс вообще слово «игра», она снимает напряжение у людей. А, мы пошли, поиграли, да, то есть, ну, отличие игры, ну, обычно какой-то настольной, да, и игры трансформационной именно в том, что вы ставите свой запрос, свою цель. И вот эта вот цель, да, она обязательно тестируется с вашим подсознанием, ну, то есть, я работаю всегда по запросу именно подсознанию, то есть у меня прям такое условие, то есть первый вопрос, ну, как бы клиентов, верите вы в душу, когда клиент говорит, нет, не верю, я говорю, мы тогда не сможем с нами работать, потому что я работаю по запросу души, ну, то есть человека, который не попадает, вот, и мне был очень интересный тоже случай, когда девочка не верила, ну, то есть он говорит, нет, я не верю, я говорю, хорошо, тогда я тебе даю три дня, вот, ну, то есть я разложила на метафорических картах, то есть ее, да, в трех направлениях. Так, три дня я тебе даю, ты подумай, ну, то есть, хочешь ли ты пойти в этот опыт, да, и именно поработать по запросу своей души, либо, ну, то есть мы спокойно расходимся, и все. Видя просто какие у тебя результаты, давай поработаем. В результате через, ну, практически год она сама начала чувствовать, видеть, то есть у нее очень классно тело начало отзываться, то есть она стала, ну, как бы принимать и чувствовать знаки от тела, подсознание там, да, да, нет, нет, вот. И трансформационная игра, да, это про цель, вот как раз прочистка цели, то есть все мои онлайн-марафоны, трансформационные игры, да, то есть мы очень качественно согласуемся с подсознанием, то есть это как вот психологи любят рисовать айсберг, да, сознательная верхушечка и подсознательная вот эта глыба. Вот я непосредственно взаимодействую с этой глыбой человека. А, все, спасибо большое. А расскажи еще, пожалуйста, Мария, про сакральный путь. Сакральный путь — это удивительная игра. Если интересно, могу, ну, как бы рассказать вообще предысторию, как я познакомилась с автором игры. Да, интересно. Значит, это был февраль 2018 года. Я приехала в Москву и проводила игру «Путь души» для своих клиентов и, там, знакомых, еще что-то, и вышла ко мне на связь Алина Федорова, она энергетерапевт, да, то есть у нее есть такой прибор, который меряет ауру, там, еще что-то, да, и она на тот момент выбирала информацию, насколько ведущие трансформационных игры ведут экологично свои игры и насколько это благотворно влияет на людей. Ну, вообще, что это такое? Она вот изучала, как бы, научно, да, вот. Я говорю, да, хорошо, я согласна, то есть, да, то есть своих клиентов предупредила о том, что будет вот такой дополнительный опыт, потому что они получили в печатном формате, там, какие-то расшифровки, что у них, там, как по-биллу поля, там, с Землей, там, с космосом, там, еще с чем-то. Вот. И вот та игра, она была просто, я не знаю, то есть благодаря общему потоку, да, поле, то есть все, потому что все подобрались очень-таки серьезные, да, то есть, там, кураторы ШК, то есть, например, девочка, бизнесмен, да, то есть, также, там, то есть, выпускница, то есть, школа коучинга, да, ну, все такие уже. Очень быстро зашли в игру, очень быстро прошли игру, то есть, обычно игра длится, там, 4-5 часов, в этот раз у меня со всеми раскачками, со всеми прочистками 2 часа было. Ну, просто, это просто, вот, просто пуля пролетела. Вот, причем это было очень тоже... Я занимала там практически час до, час после, так получается, как бы в 4 мы этих уложились часа. И вот Вера сказала, она говорит, Надя, вот я посмотрю результаты твоих, да, то есть какая-то пришла до игры, какая-то вышла после игры, какие процессы произошли у людей, какие они наполненные вышли. Я говорю, да, классная наполненность, все. Ну, я тебе рекомендую игру «Сакральный путь» Данила Рудакова. То есть, это уникальный, говорит, инструмент сейчас, да, то есть, это Куда Яныша, это такие вибрационные мантлы, да, которые инфекциируются, да, в человека, помогают ему, как бы, грубо говоря, в плотное состояние выстроить чистоту, то, что на момент человеку нужно было запрос. Я сказала, окей, хорошо, она мне дала контакт с Данилой, я ему написала, и он такой говорит, о, я как раз уехал в Ригу, я говорю, а я как раз сейчас улетаю, он говорит, ну, давай чуть позже, я говорю, ну, я как-бы так часто не езжу в Москву, я, может быть, раз в год там выбираюсь, у меня там сестра живет, вот, он говорит, ну, хорошо, когда-нибудь мы там познакомимся. И вновь у нас произошло знакомство, уже, ну, как бы, вторая наша общая знакомая моя. Надя, я тут сыграла игру «Сакральный путь», тебе точно нужно мне сыграть, тебе нужно обязательно, и вот сентября мы прямо начали общаться, 20 октября 2018 года, мы наконец-то познакомились с Данилой, то есть я привела своих клиентов к нему на «Сакральный путь», и это было, конечно, просто волшебство, потому что я играла в игру «Зеркало», то есть у меня не было конкретного запроса, но игра прям показала то, что в данный момент для меня очень важно было, это были как раз семейные какие-то вопросы, вот, игра была волшебная. И Данила был поражен, как бы, моим тоже мастерством и видением, потому что, ну, то есть я какие-то вещи проговаривала, которые он прям вообще, как будто я вот этого я сказала, да, вот, и через месяц у меня был день рождения, 14 ноября, вот, и он прилетел как раз по предыдущению в Омск провести у нас «Сакральный путь», ну, то есть игры, да, «Трансформационные в Омске», вот, и я вообще очень долго сомневалась вести эту игру, ну, как долго, неделю, вести мне не вести эту игру, да, и в итоге, то есть я работаю через мускайный тест, да, то есть непосредственно это связь тела, да, с подсознанием, то есть я такая проверяю, да, да, то есть все, я готова вести, и Данила говорит, я утром просыпаюсь и, говорит, понимаю, что вот сегодня игра выбрала тебя, ну, то есть, да, то есть у него есть такое представление о том, что не мы ведущие выбираем игры, а игры выбирают нас. Вот так я стала ведущей трансформационного, то есть «Сакрального пути», и плюс мы с Данилой доработали еще какие-то форматы онлайн, то есть проекты, да, точно стали вместе, и теперь я официально являюсь сертифицией, как ведущий, который может принимать сертификацию, ну, у новых тренеров, там, ведущих, вот. Отлично. Здорово. Хорошо. Спасибо большое, Надежда, какие интересные у вас истории, действительно вас так приятно слушать, можно целый час слушать, слушать, слушать. Класс. Хорошо. Надежда, а можно попросить у тебя какую-то мотивашку для наших зрителей, как раз для тех, кто сейчас находится на том этапе, когда вот хочется заниматься какими-то делом, но пока еще все вокруг не выстроено и не позволяет заняться в полной мере, да, вот что-нибудь такое позитивное. Скажи, пожалуйста. Хорошо. Опять-таки все из практики, да, то есть уже подтвержденные определенные моменты, то есть что дает людям результат. Первое — это основной принцип, то есть честность и открытость. В частности, открытость в первую очередь самим собой. Что это дает, да, то есть когда мы признаем чувства, когда, ну, то есть там, не знаю, то есть вот я позитивная, такая няшная, да, то есть некоторые говорят, Надя, ты прям там, тебе ним только еще осталось прикрепить и все, да. Я говорю, нет, ребята, я бываю разная, да, но все-таки в мир я выхожу, как бы, да, то есть дабы напомнить другие, да. Ну, то есть я не то, что прям смею, что про меня люди думают. И, в частности, открытость, да, признавание разных чувств. Вот вам сейчас плохо, там, не знаю, то есть вам хочется там чуть ли не быть, да, страдать и так далее. Мы такие пытаемся себя там, все хорошо, все хорошо, да, то есть как бы надо улыбаться там и так далее. Нет, то есть, да, то есть я про то, что мы признаем сначала эти чувства, мы даем им место, да, но не так, что прям вообще с головой погружаемся. Нет, мы даем им место, у меня прям есть техника по клиенту, я всем клиентам даю, да, первое признание своих эмоций прям четко назвать, потому что когда вы четко называете, вы как бы имеете доступ к этой энергии. Второе, благодарность, ну, элементарная благодарность, что вы осознали и назвали это чувство. Можно также благодарить участников событий, себя, там, не знаю, там, то высшее, во что вы верите, да. И третий момент, сказать, чего вы хотите. Видите, например, невозможно, что она позитивная, она или негативная, вы ее отправляете на то, что вы, куда вы хотите. Работает на ура, просто у меня у клиентов, даже те, которые не верят, они говорят, я не знаю, Надя, как, но это реально работает. Вот, соответственно, да, вы имеете доступ к себе, да, вы честны, и вы начинаете открываться перед другими. То есть, раз вы сами с собой признались, да, и мир — это зеркало, и люди тоже начинают перед вами открываться максимально. То есть, мне рассказывают такие истории, ну, то есть, потому что у меня у самой нет ограничений, я могу на любую тему, вот, бы интимные поговорить, да, честно и открыто. И у меня очень много мужчин-клиентов, ну, как бы не клиентов, а именно собеседников, получается. Вот. А второй момент — это про ответственность. Ответственность на себе. То есть, не там, соседка там виновата, не руководитель виновата, там, ни муж, ни дети, или кто-то, а я. Я создала эту ситуацию для чего-то. Получить какой-то жизненный урок, обратить на что-то внимание или еще что-то, да, и я несу ответственность за то, что сейчас происходит. Вот, когда мы берем на себя ответственность, мы, грубо говоря, берем рычаг управления своей жизнью. То есть, мы его не отдаем соседке, не отдаем там мужу, не отдаем ребенку, да, то есть, делай что-нибудь, чтобы мне было хорошо. Нет. Мы начинаем переводить этот, ну, как бы, момент на себя, да. И третий момент — это действие. То есть, когда у вас есть контакт с самим собой, признаете, да, когда вы берете ответственность, следующее — вы выстраиваете какой-то план, что вы дальше будете с этим делать, и вы начинаете действовать. Ну, я как коуч, вот, как раз помогаю выстраивать этот план действий, который, то есть, максимальный, причем не я, да, я вам задаю вопрос, и вы сами выстраиваете его, исходя из своего ресурсного состояния, да. И в этот момент тоже нужно принимать ресурсное состояние. Ну, то есть, не знаю, там, агрессивная женщина в очереди попала, все еще что-то. То есть, вот у меня к таким людям, ну, ровное отношение, да, то есть, я просто понимаю, что, ну, ее настолько уже жизнь там добила до канала, и она не видит там чего-то, каких-то вещей, что у нее другого ресурса нет, она вот только вот так может агрессивно реагировать на этот мир. Для меня это просто момент, что я, может быть, на какую-то часть себя не обращаю внимания, да, агрессивно, я это зажимаю, и это, и спасибо большое. То есть, сейчас я пойду разбираюсь, поковыряюсь в себе. Да, то есть, это про это. Ну, вот, как бы, в основном, то есть, в моем очень позитивно, очень добрый мир, например, обо мне заботятся, очень приятно, поэтому, вообще, я всем желаю, да, тоже находиться в таком, как бы, мягком, комфортном, доброжелательном, любимом, любящем мире для всех. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам большое, да, сегодняшний туре, такое теплое, действительно, такое, вы как будто обволакиваете, действительно, свои голоса, свои слова, мне очень приятно рядом с вами. У меня такое ощущение, что я рядом с вами на диванчике, нахуй посидела. Спасибо огромное, зарядили позитивом, и к этому видео будет приятно. Мы прикидем ссылочки, да, на страничку «Надежда», поэтому, кто захочет познакомиться поближе, то можно будет это сделать. Хорошо, спасибо большое, всем хорошего дня, вам огромное спасибо. Спасибо, всем хорошего дня, всем пока-пока. Все, всем до свидания.